За зиму мягкие кровли входных групп приходят в негодность. Постоянные осадки, перепады и температур. В итоге трещины и протечки. Устранить и подчинить износившееся покрытие необходимо в кратчайшие сроки. На ремонт такой, достаточно немаленькой, входной группы у коммунальщиков идет день. Максимум два. В течение апреля месяца мы обходили дома, делали работы, которые входят в программу месячника и тогда же составляли дефектные ведомости с представителями советов домов о тех работах, которые необходимо будет провести в летний период. Соответственно, как только закончился месячник, мы приступили к этим работам. Сейчас работы идут полным ходом. Бригада из нескольких человек трудится на объекте с самого утра. Здесь, в доме по улице строителей, коммунальщики обнаружили, ремонтировать необходимо и сам подъезд. В результате протечки зимой вода попала внутрь дома. Тут тоже придется провести работу. Снимается штукатурка и будет отшпаклевана и покрашена. Видите, даже за пределы входной группы выходит иногда работа. Все в зависимости от ситуации, которая есть на доме. Сроки у коммунальщиков сжаты. Успеть необходимо до 1 сентября. За это время в Химках проведут ремонт 67 входных групп в многоквартирных домах. Однако это еще не все. В округе активно озеленяют придомовые территории. Высаживают цветы и сеют газон. На прошлой неделе специалистам удалось лишь подготовить и распределить грунт. Теперь же, когда закончились дожди и улучшилась погода, приступают к самому посеву. На всю территорию микрорайона в этом году мы запланировали высадить порядка тысяч квадратных метров газона. Но земли завезли немного больше, потому что не всю землю мы засеиваем газоном, а часть земли пойдет на подсыпку в цветники и на прикорневую систему деревьев. Помимо травы на территории округа, вблизи жилых домов, коммунальные службы высадят более 30 тысяч цветов самых разных сортов.